В эфире «Утро Крачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5-7, а днем 15-17 градусов тепла. Около года назад в России вступили в силу поправки к федеральному закону об основах туристской деятельности. А уже ближайшим летом все экскурсоводы будут обязаны иметь аттестат для возможности предоставления своих услуг. О том, как это должно быть реализовано на практике, выяснял корреспондент Артур Мхце. По данным регионального Минтуризма, в настоящее время в Карачаево-Черкесии нет ни одного экскурсовода, который прошел бы аттестацию, позволяющую предоставлять клиентам свои услуги. Но если до сих пор лицензирование являлось добровольным, то с 1 июля нынешнего года станет обязательной процедурой. Вступает в силу норма, согласно которой экскурсоводы обязаны проходить аттестацию и подтверждать свою квалификацию каждые 5 лет. Получить аттестат экскурсовод или гид, или гид-переводчик может после сдачи квалификационного экзамена, который будет проходить в два этапа – тестирование и практическое задание. Тут следует отметить, что соискатели, которые имеют стаж работы в качестве экскурсовода более трех лет, допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Как отметили в региональном ведомстве, мероприятия по аттестации гидов помогут создать прозрачный и контролируемый рынок оказания экскурсионных услуг, что позволит формировать позитивный имидж Карачаево-Черкесии. Обучение специалистов возможно на базе высшего или среднеспециального учебного заведения. В республике такие и есть. Подача производится посредством государственного портала госуслуги. Аттестация будет проходить специально созданной аттестационной комиссией на базе Министерства туризма и курортов КЧР. Вся необходимая информация по подаче заявления, по механизму получения аттестатов, она размещена на официальном сайте Министерства туризма, с которой соискатели могут ознакомиться в прямом доступе. Обязательства по осуществлению государственного муниципального контроля за деятельностью экскурсоводов будут возложены на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Артур Макцер, Сулбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В преддверии туристического весенне-летнего сезона представители МЧС напоминают гостям и жителям Карачаево-Черкесии об обязательной регистрации туристических групп. В целях обеспечения безопасностных туристов и отдыхающих, возможности оказания им в случае необходимости своевременно квалифицированной помощи, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике рекомендует руководителям туристических групп и отдельным туристам регистрировать свои маршруты в территориальных подразделениях МЧС России. Регистрация осуществляется не позднее 10 дней до начала путешествия. Это касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп самостоятельно путешествующих в стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. Для удобства граждан процедура регистрации максимально упрощена. Проинформировать спасателя о своем маршруте туристы могут на официальном сайте Главного управления МЧС России в Карачаево-Черкесской республике, заполнив официальную форму или по электронной почте. Такой сервис значительно упрощает процедуру регистрации. И заглянем в календарь. Сегодня день медицинской сестры. Это самая многочисленная часть работников здравоохранения. Ни одна клиника не сможет предоставлять должный уход за больными без полноценного медицинского состава. Каждый год Международный день медицинской сестры проходит под девизом «Наши медсестры – наше будущее». Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция» в 14.30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачной всем пятницей, приятных выходных и до встречи в эфире.